Добрый день, зрители нашего ТВ-клуба «Континент». Сегодня у нас пятница, 8 ноября, и мы сегодня по пятницам, на этот раз с Миксом Хоком, вместо Игоря Пуфельда, обсуждаем наши текущие события, которых у нас на этой неделе, с одной стороны, очень много, с другой стороны, главное, оно одно. Мы, как многие, наверное, знают, у нас был такой буквально марафон в день выборов, в 6 часов вечера по восточному времени по Нью-Йоркскому начали, в 3 часа ночи закончили, сразу после речи Трампа, и потом еще на следующий день, по-моему, у Микса был марафон на его радио «Запад», ну и, как обычно, остальные выпуски «Континента» уже были, как все привыкли, и инфовыпуски, и на троих, и так далее. Поэтому мы вернулись в нормальный, более-менее, режим. Ну, сначала, конечно, нужно, то есть, что Трамп выиграл, все знают, что Камала Харрис сокрушительно проиграла тоже. Если вы еще не знаете, что Трамп выиграл, с добрым утром. Счастливые, счастливые люди. Это, кстати, 5 ноября в Гугле вдруг резко увеличился поиск, кто участвует в выборах президента. То есть, счастливые люди даже не знали, кто является, за кого голосуют. Но это все, конечно, хорошо. Интересно, что сейчас в демократической партии начались поиски виноватого. Там много разных интересных историй. Даже то, что Камале Харрис за эти 107 дней, сейчас мы теперь цифру 107 дней слышим каждый день, 107 дней у компании, как она провела эту компанию, прекрасную компанию, как они говорят. И вот только 107 дней, поэтому не получилось. И за эти 107 дней она насобирала больше миллиарда долларов и умудрилась потратить их все, еще залезла на 20 миллионов долг. Когда посчитали, проследились, называется, стали смотреть. Например, она там на каком-то там сомнительном радио выступала. И на этом радио они там построили специально для этой ее встречи этот сет за больше, чем за 100 тысяч долларов. Ну и то, что она платила деньги всем этим Бейонсам и им подобным за то, что они участвовали там по 10-20 миллионов. Ну, такими масштабами. Ну, собственно, она показала, как она бы собиралась, если бы, не дай бог, ее выбрали президента, что бы она делала, будучи на посту президента. Потому что компания Трампа за это время, я не знаю, за это или за все, набрала 392 миллиона долларов, насобирала и потратила 347. Причем чаще из этих долларов, чаще из этих 347 миллионов, не надо забывать, ушли на зарплату, не на зарплату, а на плату, видимо, всем этим помощникам, всем юристам, которые помогали Трампу во всех этих выдуманных делах. Которые, кстати, сейчас начинают стремительно закрываться. Джек Смит уже объявил, что, или пошла, пошло от него, что он эти два своих этих дела собирается закрывать, попросил месяц. Сейчас все кричат, следите, чтобы он там ничего не уничтожил, потому что это важно. Мы знаем, как они любят иногда уничтожать документы. Мы помним еще 33 тысячи имейлов Клинтон, которые так нигде потом и не вылезли, хотя нам обещали, что они где-нибудь вылезут. Ну, Фанни вылез, там еще как-то держится, но я думаю, что она будет держаться до тех пор, пока ее просто не лишат адвокатской лицензии и не уволят из, не импичмент, как дистрикаторник в штате Джорджия. Знаешь, Фанни Уиллис, дело в том, что история такая, что она просто такая, она вот такая же, как Камала, которая попала на свое место совершенно не по, там не по сеньке шапка, она как та черепаха на столбе, которую говорил Гиндлер, который туда-то поставил. И она прекрасно понимает, что ей деваться некуда. То есть для нее это конец жизни, потому что она сама ничего не умеет. Это вот такое, знаешь, когда тебе, представь, тебя судьба вот каким-то чудом закинула на какое-то место, где ты можешь зарабатывать хорошие деньги, но ты совершенно не понимаешь, как ты туда попал. Тебя сейчас назначат вдруг каким-то президентом банка. И ты держишься за это место, потому что ты понимаешь, что если тебя сейчас попросят, то все, ты никогда до этого не дойдешь, потому что ты, в принципе, у тебя ни образования, ни умения, никогда ты в этой сфере не работал, естественным путем ты на это место не попадешь. Поэтому ты будешь держаться руками, зубами, понимая, что тебе терять нечего, и даже если тебе придется отстреливаться из своего кабинета, то это все равно лучше, чем то, что тебя выкинут в результате. Поэтому у Фанни Виллис вот такая вот ситуация. Она уже по всем статьям там зашкваривалась, у нее столько на ней висит всего, чему не давали ход в силу просто того покровительства демократических бонз, покровительства вот всего этого дипстейта. Поэтому сейчас, конечно, у нее, и она будет биться до конца, потому что ей просто больше некуда деваться. Ну, кстати, и этот Мерчин, печально известный, который судил Трампа за придуманное, высосанное с пальцем Алвеном Брегом, обвинение, которое, в общем, больше, чем на мелкие нарушения не тянули, но они приписали попытку повлиять на выборы, как обычно, ну, весь этот бред, как они любят говорить, а тоже собирается, уже ходит слух. Ну, во-первых, он 26 ноября обещался огласить приговор, 26 ноября было выбрано не зря, то есть после выборов, когда результаты будут уж точно известны, потому что они собирались считать долгой, они не знали, что Трамп выиграет с перевесом в 4 миллиона голосов. Ну, они не знали по той простой причине, что они верили своим полам, которые публиковали, о которых мы потом еще поговорим. Но он сейчас уже ходит слух, что он тоже хочет это дело просто выбросить, что надо было делать с самого начала. Вопрос не в этом. Вопрос меня очень интересует. Следующий вопрос. Вот Джек Смитс выбросит свои два дела. Этот выбросит свое дело, вот эта вот позорная по поводу, там, в Сторме Дэниелс, главной героине демократов в Сторме Дэниелс, Фанни Виллас тоже заставит это дело прекратить, потому что, как бы, ну, просто либо ее уберут, либо дело прекратят, потому что... Ну, а тут еще тоже вопрос о 15 миллионах, всех интересует, о которых мы еще поговорим тоже. А сколько денег было потрачено Трампу? Кто будет возвращать эти деньги? Я помню, что там за какие-то статьи, которые убрали из одного из дел этого Джека Смитса, Трампу вернули там какую-то смешную сумму 300 тысяч долларов и 12 центов. Не 300 тысяч, а 30 тысяч долларов, или 3 тысячи долларов и 12 центов. Ну, какие-то копейки. Количество денег, которое он потратил, часть из своего кармана, часть из кармана особо... Ну, все равно из наших денег, которые были... Из денег тех, кто ему пожертвовал на избирательную кампанию, поскольку это разрешено. Вот. И все равно эти деньги кто-то же должен вернуть, поскольку это были злоупотребления государства, которые обвинили, ну, просто попытка политического давления. Ну, мы же понимаем, что все дела были сделаны с целью запугивания Трампа, запугивания его избирателей и так далее. Вот. Но мы уже много раз об этом говорили. Кто вернет деньги? А теперь давай поговорим об этих опять немножко Фанни Виллис и 15 миллионов голосов. Потому что мы помним, в чем обвиняет Фанни Виллис Трампа, собственно, весь разговор, который там был, то есть обвиняет его в конспиративной теории, да, что он пытался изменить результаты голосования в Джорджии. Все это обвинение основывается там на одной фразе. Точно так же, как первый импичмент Трампа, да, на одной фразе основывается. Да, ну, дело-то в том, что... Значит, не, просто... Ну, теперь, теперь же я просто не договорил, что фразу, которую сказал Трамп, была о том, что, ну, надо найти там эти 11 тысяч голосов, потому что... Ну, это была фраза сказана не сама по себе, что давайте искать 11 тысяч голосов, а фраза была сказана после того, как он перечислил, где там были нарушения, где были непонятные вещи, какие-то непонятные, недосчитанные голоса, пересчитанные, дублирующиеся и так далее. Люди, которые были зарегистрированы не по тому адресу, по которому они на самом деле жили, неизвестно, кто какие-то эти... Ну, неважно. Короче, он перечислял массу нарушений, зафиксированных многими, и потом сказал, что среди них-то эти 11 тысяч голосов, наверное, есть. Вот. Ну, и из-за этого тут целый суд и так далее пострадал очень сильно Джулиани, которому вообще там сейчас 150 миллионов долларов штрафов должны... Кому-то он там должен заплатить. Ну, он, естественно, это оспаривает, но, тем не менее, это же все неизвестно. Мне не то, что неизвестно, как... Все это все равно... Все равно будет... Ему же все равно это стоит денег, кто-то будет их возвращать. Но вопрос в том, что когда посчитали голоса, ну, еще чуть-чуть не досчитали, там, Калифорнию, конечно, никогда не досчитают, вот, но... Но получилось, что сейчас за Трампа получать вот на текущий момент примерно 74 миллиона голосов, за Камалу что-то 67 или 68, какие-то такие цифры, да? А за Байдена проголосовало 81 миллион голосов, за 81 миллион, за Клинтон голосовало 65 миллионов человек, за Баму перед этим 65 миллионов человек. То есть там, ну, чуть-чуть росло, потому что население увеличивается, активность там населения чуть-чуть увеличится и так далее. Но вдруг неожиданно образовались какие-то там 13 миллионов человек, которые проголосовали за Байдена в 20-м году, и вдруг они все пропали. Понятное дело, что Камала Харрис кандидат непопулярный, но она не настолько непопулярна для демократов, чтобы 13 миллионов от нее отвернулись и просто не пошли голосовать. Понимаешь? Ну, миллион, я могу сказать 2 миллиона, да, ну, допустим, там Swing State, там сколько-то, но 13 миллионов, это там у тебя три хороших, три-четыре штата. Вот, поэтому вопрос, ну, не вопрос, а очевидно, что 13 этих миллионов голосов были взяты неизвестно откуда, вот, то есть известно откуда, но неизвестно. И эти 13 миллионов голосов, понятное дело, просто были высосаны из пальца и нарисованы туда, куда надо, да, в том числе и в Джорджию, и в Висконсин, и в Мичиган, и в Аризону, ну, везде, где нужно было, и в Пенсильванию. В Пенсильвании вообще, что там, наверное, миллионы нарисовали, мы же помним, что в ночь после выборов Трамп лидировал с перевесом в 700 тысяч голосов, и вдруг неожиданно появились какие-то бесконечное количество грузовиков с бюллетенями, и они нарисовали 800 тысяч, 880 тысяч, чтобы Байден победил с перевесом 80 тысяч голосов. Ну, не будем там говорить, это все, как бы, как там говорят, не доказано, неизвестно, это все были самые честные, самые, как, самые прозрачные выборы, самые без нарушений и так далее, но вопрос к тому, что понявились, отдайте деньги, да? Ну, здесь, смотри, там от 13 до 15 говорят голосов, речь идет о таких количествах, миллионов в смысле, да? И это действительно, это действительно факт, это действительно нужно просто понимать, что у нас действительно в 2020 году появилось, неизвестно откуда, около 15 миллионов новых избирателей, которые точно так же растворились в этом году. Конечно, это является косвенным доказательством фальсификации выборов, тут нет никаких вопросов, это просто понятно, да? Когда мы говорили про вбросы, когда мы говорили про голосование покойников, мы вас, собственно, ни в коем мере не обманывали, это все было вот таким вот образом зафиксировано, и вот сейчас это выплывает, то есть, как только озаботились на местах, почистить списки от покойников и там от людей, которых там уже нет сто лет, которые там не проживают, поезжали и так далее, сразу после этого почему-то мы увидели, что вдруг людей, оказывается, становится меньше, оказывается, уже не нужно так много, уже нет так много голосующих за демократическую партию, но, в общем, это-то все как раз понятно, и это всем нам известно, и те методы, которыми они действуют, тоже нам понятно. Тут, если мы говорим про уголовные дела, которые фабриковались против Трампа, то сейчас, конечно, я очень надеюсь, что они это, я вообще не мстительный человек, но в данном случае вопрос не в мстительности, я хочу, чтобы наказаны были все не для того, чтобы отомстить, а просто для того, чтобы таких ситуаций больше в стране не возникало, чтобы мы больше не видели ситуации, когда, во-первых, фальсифицируют выборы, во-вторых, чтобы мы не видели ситуации, когда политических оппонентов начинают прессовать, используя судебный активизм, используя прокурорский активизм, используя своих людей на каких-то местах, потому что это то, от чего мы, например, в свое время уезжали, все в разное время, но это тот самый галимый совок, из которого мы уезжали, и мы оттуда уезжали не для того, чтобы оказаться в таком же совке, только уже в американском, потому что совок, он и в Африке, совок хоть по-английски говорит, хоть по-русски, и поэтому для нас это важный на самом деле вопрос, если непуганные американцы, непуганные гулагом американцы еще в общем как-то не очень понимают, на что это все похоже, то мы, в общем, это понимаем, потому что мы там уже были. Ну, кстати, судя по результатам выборов, довольно много народу понимает, во-первых, а во-вторых, я должен сказать, что, к сожалению, есть и непуганные советские люди, которые тоже не понимают. И вот это вот удивительно. То есть, ну, можно соглашаться или не соглашаться с тем, что Трамп там хороший кандидат, плохой кандидат, могло быть там, мог быть кто-то лучше, у него там, понятное дело, что человеку, который был в бизнесе 40 лет, больше 40 лет, и который, в общем, жил в Нью-Йорке, работал в Нью-Йорке, у него там есть много всяких недостатков, связанных просто с тем, через что ему проходилось проходить для того, чтобы, в общем, кто-то там сделать, купить, построить или там купить там поле для гольфа и так далее. И понятное дело, что все вот эти вот, он же там до 2000 какого-то года был же демократом и давал донейшн в большую, ну, сколько там разрешалось законом многим в демократической партии, и понятное дело, что, как бы, ну, эти донейшнсы, они, но они, они об этом уже во всем забыли, конечно, что, как они писали ему благодарные письма, как приходили, просили, и так далее, но понятное дело, что, как бы, он был такой же, грубо говоря, лоббист, да, ну, можно сказать, потому что донейшн, это, в общем, в некотором роде попытка показания какого-то там давления, да, ну, не давление, а наоборот, ожидай, возможно, ожидание чего-то взамен, правильно, вот, потому что, если ты даешь там 5000 долларов и не одному, а там ста человеком, то если ты просто так из кармана выкладываешь 500 тысяч долларов или там миллион, я не знаю, сколько там он жертвовал на избирательные кампании, то, естественно, ну, это нормально, так здесь устроено, так здесь заведено, но, но тем не менее, да, то есть он показал то, что он лидер, он показал, что он может изменить республиканскую партию, потому что республиканская партия вернулась к своим истокам, стала опять, можно сказать, партия как, рабочего класса, да, он показал, что евреи перестали те, как один, голосовать за демократов, 43%, 45% уже евреев в Нью-Йорке проголосовали за Трампа, это сумасшедшие цифры, если посмотреть на все предыдущие, на многие предыдущие выборы, ну, и вообще по стране было там, по-моему, минимум, ну, 38 где-то было процентов, так 42%, 43% это было в среднем по всем штатам, а где-то он, молодежь за него голосовала, вот, женщины, о которых говорили, что они никогда не будут, 53% белых женщин проголосовало за Трампа, это же не просто так, это, значит, что те, ту простую, скажем, он же ничего сложного не хочет, правильно, что он хочет, он хочет, как это, make America great again, все очень просто, чтобы все эти глобалистские уступки, что один мир, там, одна, одна, что Америка должна повсюду влезать и забыть интересы своих, собственных граждан, за счет того, что там в какой-нибудь, там, я не знаю, ну, в том же Ираке кого-то разбомбить, потому что он там в Катар полез, да, или, ну, или там согласиться выплатить какие-то сумасшедшие деньги Ирану в обмен на обещание, что он не будет ядерную бомбу делать, как он все равно делает, понимаешь, или вот этот вот безумный, этот, Парижское соглашение, когда Америка там что-то там миллиард, я не знаю, триллион, сколько там должен заплатить за, там какие-то сумасшедшие цифры, при том, что с другой же стороной они говорят Китаю, что вводят Китай и Индию в категорию развивающихся стран, а на них этого Парижского соглашения таким образом не распространяется, понимаешь, ну, вот, нет, он говорит, что нет, давайте работу забираем из Китая, из Индии, на все эти ваши глобальные соглашения мы плюем, и на все это помощь там всем, кому попало, мы тоже не не делаем, не делаем, то есть все America first, America first, ничего в этом плохого нет, особенно учитывая географическое положение Америки и особенности расположения, да, и вот я хочу тут еще подвести, что за три дня после победы Трампа, вот есть такой Чарльз Кирк, ты знаешь, конечно, это который один из лидеров этого движения молодежного Turning Point называется, он твит написал, что произошло за три дня после победы Трампа, то есть он еще даже до Вашингтона еще даже не доехал, не доехал, вот, Европейский Союз уже сказал, что хочет покупать американский газ, потому что чтобы избежать обещанных Трампу тарифов. Нет, дело в том, что Трамп просто еще на первом сроке выламывал руки Меркель, потому что сейчас все говорят, как Трамп ругался с Меркель, никто почему-то не говорит, почему Трамп ругался с Меркель, Трамп ругался с Меркель, во-первых, потому что Меркель начала свое общение с Трампом как президентом с хамства, когда она ему там написала письмо, что ты уж, пожалуйста, делай так и вот так, то есть ты кто такая, извини, ты свой канцлер, своей Германии, сиди и не вякай на других, ну, надо же просто какие-то, то есть, собственно, президенты Соединенных Штатов, несмотря на то, что Соединенные Штаты гораздо более мощная страна, чем Германия, тем не менее, президенты новым канцлерам Германии не шлют директивы с тем, как они должны себя вести и чем они должны заниматься в своей стране. Меркель решила, что она имеет на это право, ну, и, собственно, за это получила себе там определенные негативные отношения, но основной конфликт и причина конфликта заключалась в том, что Трамп все время пытался убедить и европейцев, и в основном Меркель, как лидера всего этого движа, в том, что не надо покупать энергоресурсы у Путина, с которым они воюют, потому что они приходят все время, жалуются, что мы боимся Путина, он такой агрессивный и страшный, у него первая армия мира, он всех нас съест, у него есть ядреная бомба, а потом они начинают этому Путину засылать миллиарды долларов в обмен на его нефть и газ, на что Трамп говорит, что, ну, ребята, извините, так дела не делаются, либо крестик снимите, либо трусы наденьте, поэтому будьте любезны, если у вас этот самый такой опасный там, значит, Путин под боком, так давайте вы его тогда перестанете финансировать, а если вы его будете финансировать и дальше, то мы вас защищать не будем, у нас, нам наши люди, есть, нам есть на что их тратить, как говорят в Одессе, поэтому, пожалуйста, не надо, значит, рассчитывать, что мы будем здесь за вас вписываться, если вы накачаете Путина оружием, он пойдет на вас войной, поэтому давайте-ка, вот мы сейчас быстренько все порешаем, мы вам будем поставлять и нефть, и газ с жижами, на танкерах будем вам привозить нужное количество, а вы там с Путиным, значит, все свои дела завязываете, но поскольку мы понимаем, что особенно касательно германских лидеров, там какая-то пламенная страсть, я ничего не могу сказать про лично Меркель, на то, что в Германии были люди, получавшие хорошие откаты от договоренностей с Путиным, это факт, и кое-кто там даже работал в Совете Газпрома, даже если это не факт, это очевидно, да, вот, не, не, ну там был, извините говоря, этот самый Шредер, который просто работал в Газпроме на зарплате у Путина, поэтому там это достаточно очевидно, поэтому, естественно, им не хотелось этого всего, но Трамп настаивал, и вот теперь они прекрасно понимают, они уже знают, что хочет Трамп от них в плане энергоресурсов, Трамп хочет занизить цены, потому что Трамп, опять же, смотри, ведь какой план, план вернуть производство в Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы вернуть производство в Соединенные Штаты Америки и при этом не устроить ахту, потому что мы понимаем, да, что когда кепку шьют люди, получающие доллары в час, и когда шьют кепку люди, получающие 15 долларов в час, себестоимость кепки получается несколько другая, поэтому нужно, привозя производство обратно в Соединенные Штаты, возвращая, надо еще сделать все для того, чтобы разница в цене была не сильно какая-то вот пугающая покупателей, для этого надо максимально снизить расходы, а максимально снижаются расходы как? В первую очередь для производства это снижение цен на энергоносители, это снижение стоимости непосредственно вот энергии на производство, поэтому, естественно, Трамп заинтересован в снижении цен на нефть, поэтому он сейчас будет выбрасывать нефть, так же, как он это делал на внешний рынок, он будет заваливать Европу нефтью и газом, чтобы они не торговали с Путиным, потому что надо параллельно еще разбираться с Путиным, то есть прогнозируют сейчас, что цены упадут до 50 долларов за баррель, я прогнозирую, что скорее всего где-то до 30, это тоже возможно, и таким образом, вот благодаря этой сниженной цене будет снижена и стоимость производства товаров в самих Соединенных Штатах, ну и снизится возможность у товарища Путина пулять по Украине. Ну, ты еще не забывай, что к снижению себестоимости еще правильная налоговая политика, потому что если ты само собой, само собой, и плюс еще то, что у тебя как бы сильно уменьшится в принципе аппарат государственный, который надо надеяться, да, который съедает столько и все требует больше и больше, то есть это не только налоги, но это еще и все как помимо все остальное, да, потому что они начинают говорить, что мы хотим тут дороги делать там лучше и так далее, закрываются там вещи, делаются какие-то неудобные, начинается миграция населения, когда миграция населения, ну, как мы видим, там из Калифорнии массовая, да, из Нью-Йорка массовая, это тоже как бы приводит к тому, что рабочая сила переспределяется и трудно потом компаниям начинается текучка кадров, которые тоже не очень хорошо для компаний даже, как бы, скажем, при более высоких ценах все равно начинаются вот эти вот неудобства и не неудобства, как, ну, нестабильность и повышение рост, потому что когда тебе надо набирать других людей, ты начинаешь там как-то какие-то давать им лучшие ковришки, да, дополнительные, значит, во-первых, а во-вторых, как известно, ну, например, там в сервис индустрии, в IT, там, еще где-то один человек уходит, вместо него надо брать двух или трех, это тоже пока они там разберутся с тем, что он там наделал, понимаешь, это тоже увеличивает увеличивает общую себестоимость, но это вопрос сложный на самом деле, конечно, понятное дело, что 15 долларов там в час и 1 доллар в час, если у тебя все автоматизировано, это не так принципиально, поскольку у тебя там этих, у которых 15 долларов в час будет не очень много людей, то есть у тебя зарплата, как ты правильно сказал, что у тебя помещение и энергоносители будут основная затрата, то есть налоги на real estate, на помещение, на землю, там, и энергоносители, плюс еще налоги, а стоимость помещений, зданий, она у нас тоже привязана, вот эти вот затраты связаны с тем, что сейчас у нас инфляция, чтобы сдерживать инфляцию, Федеральный резерв держал высокую процентную ставку, что приводило также к росту внутреннего долга, потому что нужно печатать деньги, чтобы покрывать эти вот, ну, они же выпускают бонды, облигации, которые, естественно, теперь, они вместо там одного процента, как они там были долгое время или там полпроцента, они теперь пять процентов, пять процентов же надо платить, за эти пять процентов, которые платишь, это все идет из нашего кармана, из нашего нынешнего или будущего кармана, вот, но это все, как бы, при росте производства и при всем и при экономическом буме, скажем так, конфляция, как известно, снижается, потому что увеличивается, как мы знаем, по всем законам, увеличивается, когда увеличивается предложение, значит, тогда начинается конкуренция цен, конкуренция цен приводит к тому, что инфляция перестает расти, в смысле, перестает быть такой, как у нас сейчас, но неважно, это как бы от отдельного разговора, но вот мы вот от газа ушли в экономическую, область, теперь вот, Путин, оказывается, заявил, что он опять возвращается к продаже своей нефти в долларах, понятное дело, что делать ему нечего, поскольку Трамп восстановит закрытые эти месторождения, закрытые разработки, начнет опять производить, хотя администрация Байдена, естественно, ему там ставят какие-то колеса, но это все, к счастью, ненадолго, начнет опять будет энергетический бум, при этом цена на нефть упадет, и, естественно, там какой-то Китай, которому Россия пытается там как-то продавать там свою нефть за какие-то там деньги, он скажет, что не, я буду покупать там, он дешевле, и все, поэтому Путину приходится искать других путей, чтобы как-то влиять на рынок, чтобы Америка перестала быть производителем нефти, не стала опять производителем нефти и газа номер один, как она была при Трампе, вот, ну, про Хамас мы уже тоже знаем, да, что как только Трамп победил, Хамас сказал, что нужно заканчивать эту войну, но мало того, что Хамас сказал, сегодня еще и Катар сказал, что давайте-ка лидеры Хамаса убирайтесь из нашей страны, поскольку мы знаем, что там некоторые лидеры живут в Катаре, вот, они их пытаются выгнать уже, это всего три дня прошло, да, мы знаем, что Хуситы в первый же день после победы заявили, что, ну, мы типа, все, мы прекращаем, у нас, мы не собирались ни с кем воевать, это у нас была оборонная инициатива, это мы защищались, мы все, все свои интересы защитили, так что мы больше воевать там, никого там трогать не будем, вот. Ну, дело в том, что Катар, это же вообще государство, существующее благодаря Соединенным Штатам Америки, это маленькая страна, которая, в общем, но денег у них много, судя по тому, у них очень много денег, потому что они работают, смогли купить, смогли купить чемпионат мира по футболу, они пытаются быть такой, знаешь, Швейцарией Ближнего Востока, арабского мира, они пытаются как бы вот работать таким банком, это, кстати говоря, с Катаром была связана одна очень интересная история выборов 16-го года, потому что в Катар именно были слиты все деньги фонда Клинтонов сразу после поражения в выборах, и туда же тогда отправилось 20% акций компанией, как она, секундочку, Роснефть, компания Роснефть, которая руководит Сечин, и тогда был министр финансов Улюкаев, который пытался этой сделке помешать, и Улюкаева посадили за якобы попытку дачи взятки, вернее, не дачи взятки, а то, что он якобы потребовал взятку у Сечина, что, в общем, все, кто немножко знаком с ситуацией, понимают, что это полный бред, потому что просить у близких друзей Путина взятку может только Путин и ни один другой чиновник, но такое никогда не сподобится просто, вот, но это, в общем, достаточно интересная была история, и я говорил с парой американцев, таких вашингтонских, они, в общем, так, у них глаза на лоб полезли, они не знали этого, потому что они не следят за тем, что происходит вне Америки, а это все происходило одновременно тогда, вот я помню, как Рашлин бы еще тогда был жив, и он обсуждал эту махинацию финансовую, то есть, видимо, таким образом Хилари возвращала Путину денежки, которые она не отработала, через вот этот вот Катар, через вот эти временную передачу этих акций в Роснефть, таким образом. А, ну ты имеешь в виду не отработала, не за... Ну, она же не стала президентом, она не стала президентом, деньги надо вернуть. До этого она успела продать 20% американского Урана. Ну, это да, это да, это отдельно, да, но я просто виду роль Катара в этом во всем, то есть, маленькая диктатура, в которой, в принципе, вот такие вещи происходят. И Катар, в общем, живет, потому что Соединенные Штаты позволяют этим деньгам там крутиться. Если Соединенные Штаты скажут США, то у Катара, в общем, настанут не очень хорошие времена. Поэтому Катар, естественно, пока была такая администрация, при которой можно было позволять себе весь этот террористический анклав у себя держать. Они, конечно, с этого тоже имели хорошие дешевты. Понятное дело, что они никуда не девали всех этих ребят. А поняв моментально, что Трамп им сейчас перекроет все крантики и настанут им кранты, они, естественно, сразу так все-все-все, тише-тише. Мы сегодня вспоминали в другой программе у меня на радио тот старый анекдот, потому что тише-тише уже никто никуда не идет. Вот это вот тот самый случай, когда все уже никто, уже и хуситы никуда ни с кем не воюют. Понимаешь, уже все, все уже, опа-па, все нормально, папа вернулся. Еще, да, еще, еще Иран пока, но ждем, еще, видимо, три дня, они еще не знают, наверное. Вот, а Зеленский, ну, это уже известно, да, позвонил, уже поговорил с Трампом и с Маском, как, очень остался довольным результатом разговора, и самое интересное еще было, что Мексика, хотя, несмотря на то, что ее там президентша сказала, что она не признает результаты выбора в Америке, пока там каждый там последний голос не будет посчитан, но они уже успели разломать, порвать этот караван, который направлялся на границу с Америкой. Это еще, это еще у нас еще даже, как бы, до Белого дома, до Белого дома еще три месяца, два месяца, да, очень больше двух месяцев. Это еще не было не только инаугурации, но еще даже не было сделано никаких телодвижений в сторону вообще какой-либо там команда, вот эта переходная команда Трампа еще даже работать не начала. она начала, она работала уже до того, как бы они все, ну, по крайней мере, произошло очень важное событие, кстати говоря, о переходной команде, потому что все нервничали, не будет ли Трамп повторять ошибок, которые были в шестнадцатом году, когда он ставил людей, которые там, людей Пола Райана, людей там Буша и так далее, которые там, ну, некоторые из них зарекомендовали себя довольно неплохо, но тем не менее, они интересы Трампа не преследовали, не преследовали какие-то свои, но тот же Шон Спенсер, который был первым пресс-секретарем, тем не менее, как бы, симпатии у Трампа в итоге не вызвал. Ну, мы не говорим уже о таких фигурах, как Джон Келли, вот, который был долгое время начальником администрации Трампа, а потом стал рассказывать там какие-то истории ужасные и, ну, за неделю или две недели до выборов повел себя, в общем, не как генерал, как неизвестно кто, тот же самый генерал Милли, который, в общем, ответственный, типа, потом был за вывод этот чудовищный войск из Афганистана, ну, всякие разные люди были, ну, и тот же Матис, который, Мэтт Док Матис, да, помнишь, первый министр обороны, который тоже себя, как выяснилось, зарекомендовал не очень, но, в итоге, первое назначение, которое уже было, это чиф оф стаф, начальник администрации, это Сюзан Вайлз, Вайлз, по-моему, произносит, да, которая была главой избирательной кампании Трампа, и, по мнению всех, ну, людей, которые, как бы, что-то в этом понимают и крутятся там, и знают, по мнению всех, она вела, это была лучшая из трех избирательных кампаний, причем лучше, как они говорят, что на, ну, в общем, несравнимо, лучше, чем компания 2016 года и компания 2020 года, но, опять-таки, они всего там на эту кампанию потратили 340 миллионов, ну, плюс еще, конечно, компания, результаты этой кампании, это то, что полное разрушение, во-первых, то есть, как Трамп за свои, там, две, три, почти три каденции, уничтожил, уничтожил, то есть, за одну и начало второе, значит, уничтожил Клинтонов, Буши, Обаму, Обаму и Байдена, то есть, вот эти, все эти четыре, как бы, семьи, не семья, клана, грубо говоря, а лошингтонских, он в итоге уничтожил, что... Ну, я бы не сказал, что там Обама прямо уничтожен, и он себе вполне себе сейчас, 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 да, вот в результате этой победы, да, потому что уже все, как бы, он уже, то есть, в шестнадцатом году, нет, в шестнадцатом году он пытался там чего-то, там, влезать куда-то, чего-то мешать, но теперь уже надеемся, что все-таки не сможет, ну, и Сорос слабее будет, он уже, ему уже очень много лет, вот, и, к счастью, его сын подтверждает эту старую пословицу, что у детей гениев обычно идиоты. Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что деньги Сороса, это ведь не деньги Сороса, деньги Сороса, это деньги Эндрю Карнеги, которые до этого были деньгами Сесила Ротца, это тот самый фонд тайного общества Сесила Ротца, который начал собираться еще на южноафриканских алмазах в конце девятнадцатого века, весь этот капитал, направленный на те цели, которых они сейчас достигают. Поэтому Сорос, ну, не будет Сороса, там общество найдет, кому их передать. Если сын Сороса не будет справляться, они найдут другого распорядителя. Ну, вопрос в том, знаешь, вопрос же во взглядах распорядителей тоже, потому что очень много, там даже не только во взглядах, а еще в том, откуда эти деньги приходят. Очень много денег туда приходило, это просто были наши налоговые, наши налоги, потому что это все слов какие-то, это слов под видом там каких-то donations, под видом каких-то заказов с какими-то, это NG-O, то что называется, non-government organizations, там была, были цифры, например, что за время администрации, я не знаю, за этот год или за все четыре года, 90% заказов, которые были сделаны в, ну, вот эти вот non-government organizations из правительства, шли без каких-то конкурсов, без ничего, 33 миллиарда ушло туда просто вот так вот, а это все, эти деньги, знаешь, если у тебя уходят без конкурсов, значит, у тебя уходит просто кому-то в карман, потому что, то есть ты там продаешь эти туалеты по 100 тысяч долларов сидений для туалетов. Ну, понятно, нет, ну, то, что они пользуются, естественно, всеми возможностями, чтобы докачать себе еще больше денег на свои цели, это тут сомнений нет. Я просто имею в виду, что это не тот случай, когда вот это просто один есть богатый дядя Сорос, но сейчас он помрет и все кончится, понимаешь, не кончится. Нет, ну, не кончится, понятное дело, что не кончится, но просто имеется в виду, что как бы вот сейчас эти все эти щупальцы, можно сказать, как к нему стекаются. Конечно, они там не только к нему, и понятное дело, что это не кончится, будет, найдут кого-то другого, но просто, понимаешь, этот Сорос, он там и жулик, и антисемит, и все, несмотря на свое происхождение, то есть он как бы ненавидит людей, ненавидит евреев, ненавидит Америку, понимаешь, может, к какому-то другому стечется, у которого чуть просто более, ну, знаешь, как, чуть будет менее радикально, и не будет подпитывать все это, весь этот Ближний Восток, а может, и всю эту левую пропаганду. Ну, кстати, если упадет цена на энергоносители, то университеты останутся без денег, поскольку всякая Саудовская Аравия и им подобные перестанут вливать, им будет нечем вливать, и возможно, что хоть на какие-то прогрессивные университеты это хоть как-то повлияет, потому что сейчас, по крайней мере, местные миллиардеры перестали туда чего-то жертвовать в некоторых из них после их антисемитских выходок. Но будем надеяться, что эта тенденция продолжится, потому что, ну, и, конечно, самое главное, это, понимаешь, как вот уничтожение вот этих вот элитарного клуба, созданного там на базе Гаррада и Еля, да, то есть, где там дети, внуки и так далее, весь этот клуб создан, туда в этот клуб не войдешь. Вот сейчас это, в принципе, практически произошло. Сейчас у нас, кстати, давай чуть-чуть еще про выборы, потому что пока что у нас в Сенате 53-45, вот, значит, с одним, как бы, условным вопросом, это Дэвид Маккормик в Пенсильвании, потому что он победил достаточно с большим перевесом, ну, для таких выборов, там, больше 30 тысяч голосов, там еще непосчитанные голоса из какого-то, там, как они говорят, Руби Ред Каунти, который, ну, где он еще получит голоса, но этот Марк Элаес, который кричал, бил себя в грудь в 20-м году и говорил, что нельзя пытаться оспорить результаты выборов, сейчас пытается оспорить, собирает по всей Пенсильвании лоуеров и пытается вернуть, ну, перевернуть эти результаты, чтобы этот, как это зовут, Кэйси, да, Боб Кэйси, который там 3-4 уже срока сидел, чтобы он вернулся, и Джорджа Первый ему это, как бы, молчаливо не мешает, вот, и, но, надеюсь, что это все-таки не произойдет, вот, в этот раз Лара Трамп, ну, и все это Республиканский комитет на чеку, следят за всем этим, но еще у нас выборы в Аризоне, где Кэрри Лейк вроде как проигрывает, но сейчас уже разрыв сокращается, сейчас разрыв 40 тысяч голосов, и 76%, и 77% там сейчас подсчитано, они очень медленно считают, потому что Аризона практически вся там сейчас на, по почте, я уж не знаю, почему, Флорида уже предложила послать им своих специалистов, чтобы они им сделали нормальную систему, вот, и, но, но там вроде бы считается, там, где не посчитано, там она должна получить перевес, и вроде бы, они считают, там больше 700 тысяч голосов примерно осталось, около 700 тысяч голосов примерно осталось, и вроде бы, как она может победить, но, конечно, там они все сделают, чтобы этого не произошло, но будем надеяться, что все-таки произойдет, и еще вопрос остался небольшой, я, правда, не знаю, делает ли это что-то республиканское по этому поводу или нет, в Неваде, потому что там выигрывал кандидат республиканец, и, но в последний момент там в Кларк-каунте, ну, это в Кларк-каунте в Неваде, это примерно то же самое, что в Мари Копа-каунте в Аризоне, где там все время что-то находятся, какие-то письма какие-то эти, значит, там через два дня после выбора вдруг неожиданно нашли 48 тысяч бюллетеней, которые были в основном в поддержку ее оппонента, правда, оппонент, скажем, по крайней мере произраильский, то же самое, такая же ситуация примерно в Мичигане, то есть там, и там, там победили с минимальным перевесом в Сенате произраильские сенаторы, хоть и демократы, но хотя бы произраильские, это тоже уже неплохо, вот, но, в принципе, может быть, 54 или 55 мест в Сенате, это тоже, ну, в Неваде тоже с ней закончили считать, и там еще 5 процентов осталось, разница там сейчас очень небольшая, так что 216 уже голосов подтвержденных в палате представителей, и там осталось еще штук, 15 или 20, которые не досчитали, но, по идее, ну, нужно еще два голоса, чтобы уже получить перевес в палате представителей, но ждем результатов, ждем, мы видим, но, кстати, Babylon Bee, вот, говоря об этих 15 миллионах, я забыл сказать, Babylon Bee, который не успевает за безумием демократической партии, Babylon Bee, это такое сатирическое консервативное издание, но они не всегда успевают, но они-то, значит, придумали, теперь, когда вот эти вот 15 миллионов, они сказали, что Нэнси Пелоси и Чак Шумерк сказали, что да, мы признаем в 20-м году Трамп выиграл, мы его поздравляем с победой, но это означает, что в 24-м году он уже не мог блатироваться, результаты выборов понулировались. Да. С них станется, кстати говоря, легко. С ней, с ней, да, они талантом, но, правда, Чак Шумерк уже заявил, ребята, давайте жить дружно, вот, и, хотя, от него это довольно странно слушать, потому что помним эти, помнишь, эти крокодиловые слезы, когда он там, когда пытались, когда Трамп в свою эту пытался ввести эмиграционную политику одним там из первых указов, и он там прибежал в аэропорт Кеннеди и стоял и плакал, глядя там на этих... это от него это слышать не странно, он надеется, что все будет работать по законам Deep State, а у него рыльца в пушку настолько, что у него там на три пожизненных, поэтому он надеется, что сейчас он, значит, сделает хорошую мину при плохой игре, и его не будут трогать. Я очень надеюсь, что тронут. Я очень надеюсь, что тронут их всех, потому что хватит на дочери. Сейчас в Твиттере, ну или в Эксе, значит, номер два тренд, который сейчас пытаются сделать номер один, это No Pompeo, потому что Майк Помпео пытается рассказать, какой он хороший, а народ говорит, что Майк Помпео, он не очень хороший, мягко говоря, и, ну, он был замечен, то, что он там говорил, что и вот это дело вот с документами Джека Смита там, да, там он нормально, и все, и он там против Трампа выступал, когда считал, что Трамп не может выиграть, и, в общем, так вел себя, как обычный номенклатурщик, не как сторонник Трампа, и никто теперь не хочет его не... И известно, что он там, когда он был на посту главы ЦРУ, пытался уничтожить Асанжа, вот, что ему плюсов не добавляет на посту. Госсекретаря вроде бы, как был в основном более-менее адекватен, но, тем не менее, никто сейчас его там видеть не хочет, потому что еще считается, что, кстати, первый импичмент делал первого импичмента во многих отношениях благодаря Помпео, потому что благодаря Помпео в этот секьюрити-консул, ну, в этот вот совет безопасности президенте запишали кучу каких-то людей, которые никакого дела им там было делать никакого дела им там не было, не должны они были быть. Вот, поэтому будем надеяться, что Помпео не будет, и будем надеяться, что будут назначения, во-первых, быстро утвердены, сейчас еще самое главное, самое интересное, сейчас же идет борьба за лидерство после лидера Сената, вот, и там у нас есть Рик Скотт, тут Корбин и Тейн, как он там произносится, и ну, народ говорит, ладно, Рик Скотт, мы еще согласны, но эти двое это типичные вот эти вот бушевцы, эти Райна, то есть эти Republican Name Only, мы их не хотим, но сейчас ждем, а они там пытаются, что не надо, не надо Трампу вмешиваться, мы сами решим, Джош Харли, которого мы вроде как уважаем неожиданно поддержал этого Корбина, поэтому надо, ну, это тоже наблюдаемо, это тоже индикатор, потому что чем более близкий к Трампу будет глава Сената, тем легче Трампу будет свою эту повестку пропускать, потому что лидер Сената определяет, ну, понятно, что не будет палки в колеса вставлять, да, или определяет саботаж, так что, ну, я думаю, что мы уж так поговорили с большим пропасом, да, так что будем заканчивать, у меня никаких особых тупельда нету, поэтому у него обычно, кстати, очень жалко, что его нету, потому что мне было очень интересно послушать, что же у нас там на его любимой передаче Вью происходит, да, он ни ко мне вчера не пришел, не рассказал, сегодня исчез, так что, видимо, такое потрясение вызвало у него программу вью, что у нас может, но, 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 кроме этого, конечно, это то, что было тут сегодня, но, единственное, что было, сегодня был на Твиттере ролик, плачущий там какой-то эмигрант рыдающий говорил, что держал в руках фотографию, вот, говорит, что же будет, Трамп придет, он же выгонит, депортирует мою тещу, вот она на фотографии, это же невозможно, она же живет в Нью-Йорке, четвертая улица, квартира такая, вот, и, говорит, пожалуй, да, не забудьте, она живет по этому адресу, не надо, не надо ее, пожалуйста, депортировать, вот, и народ, это инсценировка старого анекдота, ну, да, 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 вот, а народ, некоторый народ был, воспринял это всерьез, и стал говорить, вот, видите, уже, какой ужас, вот, тут человек власть, да, причем, очень хорошо была инсценировка, и там еще вторая, кстати, была инсценировка, кстати, если говоря, уже об этом, это как мусульмане, как мусульмане реагировали на победу Трампа в 2016 году, 2024, 4 человека сидели, значит, показывается, вроде как, 2016, объявляют, что победил Трамп, они хватаются за голову, хватаются за чемодан, и говорят, вот, я теперь должен уезжать обратно там, к себе, там, куда-то там, плачут, и так далее, а потом все эти же 4 сидят, значит, слушают, объявляют, что побеждает Трамп в 2024 году, они все рады, обнимаются, целуются, и так далее, но это говорит, кстати, говорит, как обычно, ну, скажем, ну, во-первых, в пользу Трампа, потому что никто не хочет воевать, ну, трудно найти, скажем, в Америке людей, которые хотят воевать, скажем, обычных, и которые хотят, чтобы люди гибли, поэтому, и они, конечно, большинство мусульман американских, они вполне не хотят, чтобы там на Ближнем Востоке продолжались войны, они хотят мира, хотят, как и все хотят мира, вот, а, и все понимали, конечно, что этот, Камала Гаррис, представляющая собой, ну, она не себя собой не представляла, но те силы, которые за ней стояли, естественно, бы продолжали бы воевать, и, как говорили, что, собственно, эти выборы были либо о процветании Америки, либо о Третьей мировой войне, вот, поэтому, но мы, мы получили все-таки, надеюсь, что процветание Америки. Да, согласен. Все, и, ну, все, на этом будем заканчивать, да, сегодня, сегодня вместо Игоря Туфельда был Микс Хок, спасибо, всех, увидимся через неделю, ну, с Миксом вы увидитесь раньше, а со мной через неделю. Все, всем до свидания. Всем пока.